Ноги сами несут к воде. Купание в плоскостном фонтане не каждый может себе позволить, а только тот, кому разрешила мама. Рядом с театром юного зрителя сушат футболки и загорают. В жару городские фонтаны становятся местом притяжения для детей и взрослых. Скажите, вам мешает эта жара жить? Она меня просто изнуряет. Изнуряет. Невозможно. Парализует. Все, что можно, функции, всю работоспособность снижает. Как вы спасаетесь от жары? Ну, водички холодненькие, прохладные фонтаны. Гуляем. По теньку. А не боитесь пускать детей купаться в фонтан? Да нет. Умеренно жарко на улице. Нет, не боитесь. Дети закаленные. Как бороться с жарой? Да и я ею наслаждаюсь. Все. Точка. Плюс 38 – это на 9 градусов выше климатической нормы, говорят саратовские синоптики. Это в Питере такой жары 100 лет не было, а для нашего региона никаких аномалий. Просто жаркие летние дни, которые, кстати, скоро могут и закончиться. По прогнозу на текущий день условия для сохранения жаркой и сухой погоды будут до середины следующей недели. Начиная с 29-го числа через Саратовскую область ожидается прохождение циклона. И температура воздуха упадет до комфортных 23-30 градусов по Цельсию. Температура будет вполне комфортной, то есть уже жара такая спадет. На фоне аномальной жары по всей стране вырос спрос на электроэнергию. Накануне он достиг своего летнего максимума – отметки в 122,7 гигаватт. Все потому, что люди стали чаще пользоваться вентиляторами и кондиционерами. Кстати, вот такие вот карманные для того, чтобы, например, пережить поездку в душном транспорте. Главное, чтобы батарейки хватило. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.